всем привет друзья сейчас конечно несколько поздновато делать первое впечатление о Redmi 7 потому что он уже продается вовсю я если честно хотел его еще наверно когда там в январе или когда уже ближе наверно к весне думал заказать себе как я обычно и делаю но что-то меня остановило я уж не помню думаю ладно возьмем где-нибудь здесь ну в смысле в Москве где я и нахожусь но так и не взял и как-то здесь Redmi 7 из моего поля зрения выпал но сейчас я взял телефон начал его тестировать и конечно давайте наверно о хорошем расскажу о хорошем ребята хорошее это то что я здесь вижу хороший экран несмотря на то я сейчас погуглю посмотрел на том же яндекс маркете если мы берем 332 ну то есть три оперативки и 32 встроенный он стоит ну грубо говоря там 10 и выше что не так и много это наверное тоже хорошо хорошо то что здесь батарейка 4000 миллиампер час безусловно все микросавчики который год делают я сам пользуюсь этими телефонами это классно слот тройной не зажали 200 карты карту памяти поставить можно особенно как раз версию 32 вдруг не хватит может не хватит но блин ребят я не могу сдержаться я к все понимаю я не буду хейтить и ругать что здесь микро юсби не буду ну хорошо но можно было тайп си поставить но вот эти рамища просто блин мы приближаемся плавно к середине 2019 года пусть это бюджетка но сяоми пластиковый корпус пластиковый редми ноут 4 редми ноут 3 pro редми ноут 4x редми 5 5 же тоже железный живут у тимура блин он сыну купил редми 5 плюс он конечно вот сын пользуется он тоже страшноватый немножко но сыну купил чехол стекло все как надо ребенку 6 лет блин но здесь пластик зачем зачем я понять не могу я к чему это вообще снимаю я даже не решил честно говоря стоит ли мне про него обзор полный сделать но наверно все таки сделаю как куда же я мимо семерочки пройду кто не знает что 7 впервые отказалась от слова сяоми и редми теперь называется просто рэдми 7 без слова сяоми но мы знаем что это сяоми все кстати сколько раз я слово сяоми произнес в этом выпуске посчитайте кому не лень по моему раз наверно 16 к чему я все это смотрите ребята безусловно за десятку это интересная модель но я потестирую расскажу особенно интересно рассказать о производительности есть 632 снэп дрэгон по антуту набирает в районе 100 тысяч но я ожидал почему-то что они как и раньше начнут просто давить конкурентов ну в том плане давить в слово может не очень хорошее что они сяоми всегда делали за небольшие деньги аппарат который можно было в два раза дороже купить там ну реально они убивали просто всех особенно а бренды сейчас же как будто роли поменяли сейчас samsung начинает давить а 50 а 30 мне не заплатил samsung что я вдруг переметнулся раз сяоми хвалил а сейчас samsung хвалю никоим образом samsung меня не замотивировал я беру самсунга я возвращаю эти телефоны чтобы понимали но как-то странно я вот когда вытащил из коробки посмотрел на рамки посмотрел на пластик хотя к пластику я хорошо отношусь и хейта никогда не было на пластиком телефоном но это странно ребята основная наверное суть моего видео я ждал большего ждал каких-то тоненьких рамочек ждал что за 10 тысяч они выглядят какое-то чудо когда возьмешь руки сказать а нафига мне покупать там какой-то huawei honor samsung lg даже sony но sony ладно забыли sony фактически уже тихий ужас выпускает последние годы хоть можете со мной не соглашаться но то что я держу в руках я чё-то как-то недоумеваю вот что я вам скажу безусловно хорошая батарейка безусловно хороший экран камеру потестирую расскажу ребят сделаю я полный обзор и ждите в ближайшее время расскажу про рынок седьмой все может быть какие-то косяки еще всплывут а может наоборот мнение переменю скажу ребят я был неправ отличный аппарат надо всем брать что думаете пишите комментарии счастливо будьте здоровы будьте успешны будьте позитивны